Сегодня у нас очень интересная и очень актуальная, нужная и важная тема Это образовательные кредиты от Сбербанка Поэтому сегодня у нас в гостях в нашей студии Псения Шоханова, клиентский менеджер Паузбербанк И Олеся Валеева, менеджер по зарплатному проекту Паузбербанк Также ведущие сегодняшней большой перемены Мария Полежаева и Алина Филиппова Всем здравствуйте И сразу начнем с такого вопроса Как вообще на вас, на вашу работу, на Сбербанк повлияла текущая ситуация в мире? Если она вообще как-то повлияла Всем привет, еще раз представлюсь Меня зовут Олеся, я менеджер по зарплатным проектам На текущий момент наш банк работает в штатном режиме Поэтому можете не переживать Мы также выдаем кредиты и ипотеки Открываем вклады, с нами все в порядке И у нас все хорошо Единственное, сейчас каждый из вас может И, наверное, необходимо на текущий момент оформить карту МИР Мы предлагаем сейчас оформлять для вас в рамках зарплатного проекта Карту МИР золотую Карта премиум класса Она для вас является абсолютно бесплатной Мобильный банк, в отличие от классической карты 60 рублей Для вас ничего не стоит То есть вы экономите порядка 720 рублей в год По карте с повышенными бонусами Премиальная Получаете по бонусам 5% в кафе и ресторанах При использовании карты 1% в супермаркете 0,5% просто при использовании карты Поэтому всем рекомендую эту карту получить Либо вы приходите в отделение, заказываете ее Либо обращаете в свою бухгалтерию Также, поскольку вы получаете повышенные бонусы Вы на текущий момент можете конвертировать ее в рубли до 85% Поэтому здесь тоже обращаю ваше внимание Возможность такая есть В мобильном приложении Сберспасибо.Икс Также, поскольку мы сейчас не просто банк Мы финансово-технологическая компания Которая старается реализовывать весь спектр услуг В одном канале связи для своих клиентов И вы можете как раз таки вот эти повышенные бонусы Обменивать на нашу экосистему Наши сервисы Такие как доставка продуктов Доставка еды Прослушивание музыки Сберзовук, онлайн-кинотеатр, ОКО И много всего интересного Поэтому, если у вас возникают вопросы Вы можете к нам обращаться После конца эфира мы скажем свои контактные данные И можете звонить Ну, золотая карта, по-моему, звучит очень привлекательно Но Сейчас вот Алина задаст вам следующий вопрос Какие программы может банк вообще предоставить еще студентам? Меня зовут Ксения, еще раз повторюсь Клиентский менеджер Сбербанка И хочу сказать, что сейчас достаточно широкий спектр всех продуктов Которые могут пользоваться как студент, так и другие пользователи Касаемо студентов Можно использовать кредитную карточку Если студент, допустим, официально работает Уже где-то получает зарплату на карту Сбербанка Допустим, он может оформить с 18 лет данную карточку Карточка является достаточно широкими привилегиями Это 120 дней без процентов То есть вы когда банку... Грубо говоря, карта рассрочки Можете просто прийти в магазин, расплатиться И 120 дней банку проценты не заплатить Просто закосить основную часть долга Также на сегодняшний момент нет ограничения Для взятия кредита обычного потребительского кредита То есть тоже там от 18 лет Вы можете получить решение по кредиту То есть если у некоторых продуктов идет от 21 лет То здесь от 18 лет И единственный момент Если, ну, знаю, что здесь учатся студенты Которые уже старше 21 года У них также есть привилегия получить ипотечный аккредит Кредитование по ставкам, которые у нас сейчас есть Я могу сейчас озвучить ставки, которые у нас на данный момент актуальны Сейчас по поводу ипотечного кредитования Есть такой интересный вариант Как если у человека есть ребенок Вы можете приобретить по ставке 5.75 Это госпрограмма для приобретения новостройки Также сейчас в режиме реального времени Сейчас уже проходит где-то в Москве На этапе центрального аппарата Разговор с вышестоящей вертикалью И они решают вопрос по поводу ставок То есть могут произойти в ближайшее время снижения То есть все зависит от того, какое решение там сложится Просто планируется запуск новых программ С сниженной процентной ставкой в части ипотечного аккредитования Поэтому мы ждем новостей Как только появится что-то Мы обязательно думаем, что на эфирах Также будем доводить до вас любым способом Ну и по потребительским кредитам Сейчас ставки, как во всех банках У нас от 19,9% до 29% То есть так для информации для вас Спасибо большое Расскажите о уже существующей программе У вас, мы знаем, что существует такая программа Как образовательные кредиты Расскажите вообще, что это за программа И какие есть нюансы, может быть Вот образовательный кредит на самом деле Это такой же кредит, как и на получение на любые цели Просто он является целевым кредитом Чтобы вы запрашиваете у банка Именно деньги на образование То есть их получает ваш вуз Никаких сильно особенностей в нем так таковых нету Не учитывая то, что там документация Срок кредитования Думаю, попозже я вам про это расскажу То есть это обычный кредит, который предоставляется На образование человеку А как давно вообще появилась эта программа? Как понятие, оно давно существует Но в Сбербанке оно у нас реализуется Ну, я не буду врать вам, так сказать Я работаю уже где-то около года И весь этот год эта программа работает То есть до этого она тоже была И, возможно, она была тоже реализована А вот что необходимо для оформления этого кредита? Вот на самом деле это хороший вопрос Это не касается, вот если обычный потребительский кредит Задействует какие-то справки ДФЛ Трудовую книжку, если не зарплатного клиента Для вас все гораздо проще Вы приносите свой паспорт, договор с учебным заведением А также платежное поручение с бухгалтерией То есть на самом деле очень маленький пакет документов Который можно получить здесь и сейчас Сходили в бухгалтерию, забрали и так далее Да, то есть действительно не нужно бежать по вот этим всем Да, и единственный момент Если человек там менее 18 лет Допустим, 17 лет То требуется также дополнительное согласие родителей То есть это приход родителя законного представителя В отделение Сбербанка Он пишет свои контактные данные Паспорт также И пишет заявление на то, что он, грубо говоря, вручается Так, общими словами А человеку выдается отдельная карточка Или кредит приходит на уже имеющуюся какую-то карту На самом деле данный кредит приходит не на карту человека Который запрашивает деньги А он приходит на лицевой счет вашего учебного заведения То есть по реквизитам, которые также нужно предоставить банку То есть все вообще намного проще Сразу получается оплата идет Да, то есть банк получается оплачивает обучение Есть ли какие-то ограничения, может быть, по суммам Или вот можно брать прям вообще не ограничено На самом деле на сайте все четко прямо написано Что вот если целевой кредит У него нет ограничения четко Вы можете запросить любую сумму То есть в рамках стоимости вашего образования По прайс-пресс-гранту А по обычному кредиту максимум 5 миллионов А так у вас не ограничено А в течение какого времени вообще нужно погасить кредит? Это очень хороший вопрос Очень много вопросов со стороны студентов Также поступает Вам дается 4 года на обучение При этом вы платите только проценты в этот период То есть первый год вашего обучения Будет стоить недороже чашечки кофе в месяц То есть очень маленький процент После обучения вам дается также 9 месяцев на отсрочку Чтобы вы нашли себе работу подходящую И в течение 15 лет дальнейших Вы можете распределить и составить график платежей Который вам будет комфортный для оплаты То есть там все зависит от суммы Как вам будет комфортней То есть это можно распределить Просто легко и просто Хорошо А вот есть ли какие-то может быть данные Вообще какое количество людей уже воспользовалось этой программой И какое количество пользуются прямо сейчас непосредственно? На самом деле сейчас не менее 25% всего населения Которое сейчас на данный момент у нас Не только в Иркутской области А по всей России Пользовались или пользуются образовательным кредитом Поэтому к вопросу про Как давно существует данная программа Она существует достаточно давно уже Но возможно не осуществлялась у нас на базе На самом деле вот минимум 25% Которые вот пользуются на данный момент И ранее пользовались Какие последствия вообще может со собой повлечь Не своевременная выплата кредита Или вообще не выплата? Этот вопрос тоже очень хороший Нет, ну вот можно ли например взять Вот допустим студент работал Учился, все у него было замечательно Ну вот какие-то может быть изменения в его жизни Вообще в ситуации мировой И он потерял работу И вот есть ли какие-то отсрочки может быть для студентов В такой ситуации? Ну смотрите, как я вам говорю Что отсрочка дается после университета Заканчивания университета А в момент учебы вы платите минимальный процент Который потянет ну любой студент Думаю Процент от процента Тут процента Да, вот правильно Олеся затронула эту тему То есть первый год обучения Вы платите 40% от годовой ставки Которая составляет 3% То есть там почему получается Первый год обучения может стоить Около 200 или 100 рублей В зависимости от стоимости обучения В месяц То есть достаточно минимальная А вопрос Если человек будет несвоевременно уплачивать То тут есть также отсрочка Вы можете прийти в отделение банка Если вы не воспользовались 9-месячной отсрочкой То есть вы уже сразу после университета работаете И вы платите И потом произошла какая-то ситуация Вы можете обратиться в банк И взять 9-месячный так же Как отпуск Условно говоря Когда вы будете платить так же только проценты А потом начать уже с основного долга То есть А второй год 60% Там чуть-чуть побольше Ну по обучению От процента Да, от процента То есть в первый год Наши клиенты платят всего 40% от тех процентов Которые они должны выплатить во второй год Уже 60% от тех процентов Которые именно числены в месяц Получается порядка 200-300-400 рублей В зависимости от суммы Поэтому это совсем немного И доступно всем нашим студентам Ну да, действительно не дороже чашечки кофе Вот еще такой вопрос У вас кредит можно взять только на первое высшее образование Или может быть на второе, на третье, на последующее Да, этот вопрос тоже очень часто задается На самом деле можно его получить как и на первое образование Так и второе высшее образование Это касается бакалавриата, извините Это магистратура, аспирантура Повышение квалификации Ну вот в рамках магистратуры, аспирантуры И не касается курсов Тоже очень важно То есть это только на высшее учебное заведение распространяется А вот Да, есть еще очень интересный вопрос Который хотелось задать Планируете ли вы как-то расширить эту программу Например, чтобы у студентов была возможность платить за учебу за рубежом, может? А на самом деле такого распоряжения пока у нас не доведено В высшестоящей вертикали, но, как говорится, мы стремимся к улучшениям И, кто знает, может действительно в будущем будет налажена такая схема оплаты И такие вот учебные заведения будут расширены Пока у нас ситуация такого не предвидится пока что Спасибо Хорошо, понятно А вот опять-таки про количество вообще кредитов Например, вот студент взял у вас кредит на первое высшее образование Он отучился, выплатил его или нет? Он еще его выплачивает Но вот он решил получить второе высшее Может ли он, выплачивая тот кредит, взять еще один? Или как-то это невозможно? Естественно, он может получить Он может обратиться со всеми теми же документами, которые я озвучила ранее Прийти, обратиться в Сбербанк и подать заявку То есть тут нет ограничений Если человек получает второе высшее При этом уже наверняка работает И у него есть как бы доходы То в любом случае, если он платит тот кредит У него формируется кредитная история Соответственно, он уже может рассчитывать на то, чтобы ему предоставили этот кредит снова То есть нет ограничений Вообще здорово, замечательно Может есть какие-то данные, кто больше оформляет кредит? Вот, вот, насколько известно, школьники еще могут подказать студенты или школьники Ну, смотрите, вообще идет ценовая категория граждан от 14 до 75 лет На момент погашения задолженности Вот, что имеется в виду под 14 лет? Может есть дети действительно, которые раньше заканчивают школу Или те, кто, ну, 14 лет, это вот тот возраст, когда человек уже получает паспорт Он уже имеет право А так, если высшее образование, то есть это от 18 до 75 И именно кто предпочтительный берет На самом деле такой статистики нет, берут все Могут обучаться как люди среднего возраста Как и такого уже старшего от 50 лет Бывают такие ситуации В основном это кто получает высшее образование от 17 лет Да, ну, как и такая категория на практике Спасибо Ну, то есть непосредственно уже работающие студенты? Ну, как работающие, так и не работающие А, ну, смотрите Они же могут не работать Не обязательно работать официально или вообще работать для получения данного кредита Это сделано для того, чтобы студентам было доступно образование И далее уже потом, как я уже сказала, по времени, который он учится Распределяется, чтобы клиенту было комфортно платить То есть ограничение То есть клиент, студент, заканчивает университет И ему дается 9 месяцев Он за это время находит работу И уже оплачивает свой сумм основного долга Ну, я считаю, что это замечательно вообще Я согласна Это очень большая возможность для любого студента Именно вот даже заинтересовать людей в получении вообще образования Чтобы они... Ну, вот отговорка, да У меня нет денег на высшее образование Зачем оно мне нужно? Как я буду его оплачивать? Пожалуйста, вот, очень выгодные условия Все очень легко и просто Получаете кредит Оплачиваете обучение Учитесь Ищите работу в течение 9 месяцев И уже затем оплачиваете спокойно, без проблем Даже если проблемы возникают Как мы уже узнали От срочки Это все вполне возможно И вполне просто И не сложно Ну, тогда, в принципе, все рассказали Давайте вы тогда назовете Может быть, если у кого-то остались какие-то вопросы Куда они могут обратиться К кому они могут обращаться Где найти еще какую-то информацию Я хотела бы сказать, что Ко мне обращаться именно по приему заявок На данный потребительский кредит на образование Меня зовут Шоханова Ксения И мой контактный номер 8-900-14-890-28-38 И еще раз повторю 8-900-14-890-28-38 Спасибо Надеюсь, все записали В рамках зарплатного проекта у вас есть я Ваш менеджер Валеева Олеся Мой телефон тоже продиктую 8-900-27-664-033 По любым вопросам, по картам можете мне звонить Также дополню, что на текущий момент у нас проходит акция Стань нашим зарплатным клиентом И получи 1000 рублей на счет, на карту Очень интересная акция Поэтому, если здесь подробно вас интересует Можете мне позвонить Также могу вам предоставить скидки на наши сервисы Такая система, это Сбермаркет, Сбермегамаркет Тоже, если нужно, звоните Расскажу подробнее, что это такое Потому что это действительно очень интересно и необходимо в текущий момент Тем более для молодежи, которая постоянно развивается и требует уже каких-то интересных вещей от разных банков А мы как раз таки тот банк, который стремится сделать все, чтобы нашим клиентам с нами была работа комфортнее, удобнее и самое главное выгоднее Еще раз мой телефон Олеся 8902-7664-033 Буду рада ответить на все ваши вопросы Все звоним, консультируемся Не откладывайте свои мечты, свое образование Можно ли вообще еще какую-нибудь информацию у вас на сайте получить? На сайте есть вся доступная информация на самом деле То есть вы вводите в строку поиска, что вас интересует В конце пишите Сбербанк И вам сразу первой строковой выскакивает сайт Сбербанка И вся подробная информация Ну это так, уточнение, если кто-то пропустил или там не знает вообще Боится звонить по телефону, разговаривать с людьми Можно зайти на сайт, где также можно получить всю необходимую информацию Переживайте, не бойтесь, обязательно звоните Будем очень рады ответить, для этого у вас есть Да, и не бойтесь получать высшее образование Потому что пока есть такие программы, очень выгодные, очень удобные Думаю, нужно успевать Я, кстати, училась в вашем университете Это как бы так, ремарочка, да? И вот сейчас работаю с Сбербанкой И работаю там очень давно Практически все время Поэтому получайте высшее образование Берите образовательный кредит И приходите к нам в Сбербанк Будем тоже очень рады вас видеть Можно и работать, приходить туда Да, конечно На практику работать Это можете ко мне пощаться Я договорюсь Хорошо Так, все, надеюсь, все точно записали номер Все, знаете, кому обращаться Ну, я думаю, мы обсудили все самое важное Все самое интересующее Поэтому со всеми прощаюсь Нет, не прощаюсь Потому что следующие эфиры Слушайте, смотрите на сайте BoomDefisRadio.ru С вами были Алина Филипова Мария Полежаева И наши прекрасные гости Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok